Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы начинаем дискуссию soft skills школьного коллектива «Дань моде» или «Практическая необходимость». Очень часто приходится слышать мнение о том, что сегодня необходимо развивать так называемые soft skills или гибкие навыки. Сегодня в науке не существует единого подхода к определению этого понятия. И более того, не существует единого подхода к оценке таких компетенций. Например, в онлайн-диагностике, которую проводит Яндекс в рамках образовательной инициативы, в интенсиве «Я учитель». За основу мы взяли компетенции Джона Хетти — умение поддерживать атмосферу, ориентация на результат, умение менять методы преподавания в зависимости от цели и сотрудничества с коллегами и некоторые другие. Сегодня мы побеседуем с практикующими администраторами, руководителями образовательных организаций, и попытаемся понять, важно и насколько важно это делать в образовательной среде, развивать такие компетенции. Для драматургии мы разделили спикеров на позиции «за» и позицию «против». Я представляю своих участников дискуссии. Это Маргарита Обухова, директор МБО улицы города Арзамаса Нижегородской области, и Артем Ткаченко, заместитель директора гимназии номер 71 «Радуга» города Кемерово. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Здравствуйте. Маргарита представляет у нас позицию, что soft skills – это скорее про дань моди. Можно вас попросить привести доводы в защиту данной позиции? Да, конечно. Предлагаю рассмотреть сначала, необходимы ли soft skills учителя. Никому не секрет, что сегодня при приеме на работе мы обращаем внимание на профессиональные навыки. И это для нас важно. Если посмотреть, что влияет на зарплату учителя, то в основном это все-таки свои профессиональные навыки, ведь их можно продемонстрировать, и они закреплены в должностных инструкциях. Но мы все с вами знаем, что зарплата сегодня учителя складывается из двух составляющих. Это базовая его часть и стимулирующая. И вот одно из направлений стимулирующей части – это так называемые листы эффективности, по которым учитель может получить значительную надбавку к своей заработной плате. Что там заложено? Это, во-первых, качество обученности учеников, это участие в конференциях, это соблюдение режима труда, это соблюдение охраны труда, то есть когда ученики травмироваются или не травмируются в ходе образовательного процесса. То есть в основном это все равно hard skills, как бы мы ни говорили. Но и, наверное, еще одно из ярких примеров – это аттестация на сегодняшний день, аттестация педагога. Она проходит в трех направлениях. Это учитель сдает аттестацию, по сути делает как экзамен, где проверяются его профессиональные навыки. Это представление методической разработки и портфолио. То есть получается, что здесь мы абсолютно не видим никаких требований к учителю к soft skills. Маргарита, а правильно ли я понимаю, что вы говорите о таких процедурах, которые скорее регламентированы, жестко либо определяют, либо иногда даже могут ограничивать педагога в формировании таких компетенций? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Понятно. Отлично. Большое вам спасибо. Артем, передаю вам слово. Начнем с тезиса про аттестации. Да, соглашусь, что без hard skills учителя в принципе быть не может. Да, и сложно назвать водителем того водителя, который не умеет сдавать задним ходом, поворачивать налево-направо и так далее. То есть здесь уже, когда мы возвращаться, я думаю, не будем, что хирург не умеет делать операцию, просто не хирург и точка. Соответственно, когда к нам приходит двое учителей, мы устраиваем собеседование, дабы определить будущего учителя, допустим, информатики, то, казалось бы, зачем ему эти ваши soft skills? Ему главное знать дидактику, уметь учить детей и так далее. Но мы же тогда, получается, можем проводить собеседование как сравнение двух дипломов, и получается, что у кого больше баллов по аттестации, тот и больше молодец. Но это далеко не все компетенции, которые мы можем измерить сухими коэффициентами. И портфолио, о котором вы упомянули, они точно так же состоят из конкурсных движений, и из иных заслуг, из печатных публикаций и так далее. И здесь вся система образования текущая, она еще не совсем кодифицировала soft skills. То есть мы не всегда можем их измерить, управлять обученностью soft skills. Но, безусловно, это важно, и об этом чуть позже. И сейчас мотивация на это существует, в том числе и денежная. То есть, условно, когда ты выиграешь конкурс, сейчас москвичи поулыбаются, то 30-50 тысяч рублей, даже если мы говорим про средний уровень конкурсов, областной, но это весомые суммы для кемеров, в частности. И здесь это какая-никакая мотивация. И это также идет в портфолио. И это будет зачитываться при аттестации по hard skills. Причем бизнес, продуктивность soft skills для своих работников понял уже очень давно. И в Яндексе даже у программистов порядка 50% KPI — это как раз то, что уходит на soft skills. То есть, казалось бы, ну кодишь ты на своем питоне, на рубе, на C++, зачем тебе уметь общаться? Но если ты не умеешь строить проекты, если ты не умеешь налаживать отношения, не конфликтно общаться, и не слабо владеешь эмоциональным интеллектом, то даже программист из себя будет такой себе, весьма посредственный. То есть бизнес здесь это уже понял, и уже HR по персоналу уже давно понимали, что чем больше эмоционального интеллекта, в частности, у сотрудника, тем дольше он будет выгорать, если выгорит вовсе. Как раз вот об этом тоже на Яке сегодня уже говорили. То есть личностный капитал состоит и с hard skills, и с soft skills, который помогает, скажем, лучше применять hard skills. Смотрите, ведь вот для меня, как для директора, важен результат. А каким способом он будет достигаться, порой, в общем-то, мы этому и не придаем значения. Вот есть цель, есть задача, и мы к этому идем. И ведь именно опираясь на hard skills, вот руководителю уверенней и проще прогнозировать тот результат, к которому мы должны будем прийти в итоге. Коллеги, спасибо. Артем, в своем экспертном мнении вы упомянули конкурсы, профессиональные конкурсы. Вот с точки зрения вашей, как администратора, заместителя, руководителя. Достаточно ли таких конкурсов, которые именно позволяют не только оценивать, но и развивать soft skills? Хороший вопрос. На самом деле конкурсов сейчас существует огромнейшее количество, и при должном желании даже под лежачий камень вода так или иначе протечет, потому что всегда есть коллеги-методисты, которые говорят, что вот, на этой неделе есть целых три конкурса федеральных, интересных, продуктивных, в которых нельзя просто взять старую методическую разработку, условно, уже в ГОСовскую, но такую немножечко просроченную, и выйти с ней на конкурс. Нет, это не получится. Придется, скажем, выходить из зоны комфорта и свой камешек раздвигать, чтобы в конкурсе не только выиграть, даже чтобы поучаствовать. То есть конкурсов на самом деле хватает. Вопрос в том, что мотивированность учителей на это не самая высокая и на участие, и на развитие соцкиллс в том числе. Вы затронули очень интересную тему мотивации участия в конкурсах. Маргарита, а могли бы вы немного рассказать с позиции руководителя, как вы справляетесь, возможно, с какими-то сложностями, сопротивлениями со стороны педагогического коллектива, какие методы мотивации вы используете, например, для участия педагогов в конкурсном движении? Во-первых, конечно же, материальная составляющая всегда присутствует. Но зачастую для современного педагога порой даже материальное стимулирование отходит на задний план в силу всевозможной загруженности. Поэтому необходимо придумывать что-то новое, что-то интересное. Но, наверное, одно из направлений такое участие в конкурсном движении или, может быть, даже здесь можно сказать и в инновационном каком-то движении. И как приз, например, это может быть поездка, предположим, на какой-то семинар в тот же Санкт-Петербург, в Москву, потому что выезд всегда за пределы области, ведь руководитель здесь сразу как бы убивает двух зайцев. С одной стороны, это профессиональный рост и возможность расширения границ общения между коллегами, а второе — это культурное развитие педагога, что, в общем-то, тоже немаловажно. И это позволяет вливать какую-то новую жилку в коллектив, и идет продвижение. Это одно, вернее, из направлений вот такой мотивации педагогов. Ну, возможно, это и одно из направлений. Те люди, которые ищут, активно участвуют, предлагают. Соответственно, руководитель пытается ему создавать условия. Это тоже один из стимулов. Ну, то есть, может быть, суперлабораторию, возможно, приобретет. По-новому обустроит пространство рабочее и учебное для детей, которые работают с данным педагогом. Это тоже может быть как стимулом. Ну, наверное, вот такие грани. Спасибо. Исходя из того, что вы, уважаемые коллеги, озвучили, становится понятно, что учитель, с одной стороны, может протянуть, так скажем, на одних только хардах и, например, участвовать формально в конкурсных процедурах или проходить процедуру аттестации. И курсы, которые необходимы для того, чтобы подать документы на эту процедуру в межатестационный период. Но если педагог будет развивать свои soft skills, то он будет более успешным. Он может действительно принимать участие в тех конкурсах не только ради участия, но и ради своего профессионального развития. А теперь мне хотелось бы перейти немного на другой уровень и также обратиться к вашему экспертному мнению. Насколько важно развитие soft skills в педагогической среде, в педагогическом коллективе? Артем, предлагаю начать вам. Спасибо. Начну, наверное, с первого. Вы же продолжаете ему денег. Она всегда будет оставаться актуальной в педагогической среде. В том числе для школы это важно и с финансовой точки зрения, потому что если у тебя есть условный учитель года, ты получаешь как директор, как образовательное учреждение, ты получаешь дополнительные баллы на аттестационном листе, что отражается и на фонде оплаты труда, и на общей возможности перенаправить финансовые ресурсы. Соответственно, появляется, если у тебя много хороших специалистов, дипломированных учителей, признанных, то тогда начинается конкурсность на поступление в образовательное учреждение в этот лицей или в эту гимназию, потому что знаешь, что вот здесь отличные языки, я пойду сюда. Конечно, ситуация с микроучастками, обязующая нас брать, убирающая такую элитность, обязует брать всех, но и общая среда даже, она может подтягивать детей до общего уровня, чтобы они не были белой вороной. Когда там условно все знают отлично французский с английским, приходит ребенок незнающий, это вынуждает его доучиваться. Отчего школа опять-таки выигрывает. И когда мы говорим про отличный такой когорт учителей, то получается, что формируются профили условные, химбио, физмат, языковой профиль, лингвасоц, и здесь они потом еще лучше ИГА сдают. То есть школа опять-таки, от софт-скиллс учителя, вот его безудержное желание обучаться, хотя есть старый принцип, что обучаясь, учителя формируют профили, и они потом лучше сдают экзамены, отчего опять-таки фонда полтатурда становится больше. И это такое общее благо. Также здесь мы можем говорить о том, что для школы важны софт-скиллс учителей, да и директор в том числе, как такое гашение конфликтогенности в коллективе. Если софт-скиллс плохо развитый, если человек конфликтный или токсичный, как сейчас это слово уже вышло в оборот, то всегда есть другие школы. Можно идти в другую школу, где нет пары других учителей, которые портят всем жизнь, а текучка кадров, сами прекрасны, понимаете, всегда плохо сказывается на любой организации, в том числе образовательной, потому что когда ты прикипаешь к заведению, это всегда хорошо. Точно так же сейчас и родители, и дети, они сформировали социальный запрос на наличие софт-скиллс у учителя. То есть безэмпатичный учитель литературы условно не сможет научить тонкому пониманию вот этих материй своих учеников, своих детей. И здесь уже родители, скажем так, формируют этот запрос, вынуждая или мотивируя учителя обучаться. Еще одно здесь, что когда у учителя горят глаза у самого, несмотря на стаж, что, быть может, там человек уже в возрасте, но он все еще остается молод, душой и гибким как личность. У нас есть такие педагоги, которые стажисты, но при этом все еще полны огня в глазах, то и для детей даже условные четыре физики, четыре химии, они могут быть не сеансом зубрежки предмета, а таким увлекательным путешествием. И, соответственно, они же потом лучше еще будут экзамены сдавать. Опять-таки, высший балл ЕГЭ и так далее. Здесь еще можно вспомнить как раз финскую систему, когда уже пресловутую, когда вот эта неконцентрация на каком-то одном предмете может привести к тому, что высвобождается лишнее время, и ребенок, опять-таки, обучаясь эвристически, да, планирует собственное время, может вот этим вот монументальным педагогам найти ключ, ведь чтобы открыть дверь, нам не нужна кувалда, нам нужен ключ, а то и вовсе отмычка. И здесь получается, что ребенок может где-то схитрить, но выделить себе больше времени на продуктивное изучение того предмета, который будет ему нужен, и в итоге у нас будет специалист лучше классом, чем был до этого. Также здесь мы можем говорить, что soft skills все-таки, они сейчас, ну скажем, немножко бессистемно у нас обучаются, но учителя сами это совершенно прекрасно делают. Ну, наверное, все. Артем, спасибо большое. Вы упомянули несколько таких надпредметных компетенций учителя. А какие бы soft skills вы могли назвать как важные, ключевые в работе любого педагога, в начальной школе или учителя-предметника? Хороший вопрос, спасибо большое. Когда у нас массово вводили дистанционку, да, это был 1 апреля, когда пришла эта весть, и в нее не все хотели верить, ну, 1 апреля все-таки, то сначала это было сложно, это был вызов. То есть всегда, как говорят, что в школе стабильно, все всегда спокойно, что-то как-то нет. Особенно 20-й год показал, что гибкость мышления, способность работы в неопределенных условиях, эмпатия, способность к объективизации мышления, да и управление стрессом, да и, собственно, обученностью как раз показали, что не все готовы подстроиться под эту систему, да, и на примере нашей гимназии, нам потом было удивительно в соцсетях читать, что все родители ругаются, говорят, что дистанционка — это плохо. Априори плохо, научить ничему не сможем. Я думаю, стоп, а как так-то? А что наши не ворчат? А наши говорят, все отлично, все хорошо, и даже за 30 санпиновских минут получается, что это полноценное занятие, да, потому что учителя смогли перестроиться. Они свою матрицу маленько сдвинули, не теряя себя, там, самости, да, как они говорили. Они научились в новых условиях обучать детей так же продуктивно, а иногда даже лучше, потому что здесь и аркадность образования, и геймофикация, и те ситуации, когда условный троечник, да, у него уже вот это реноме, маленечко с него сняли, и у него есть новые ситуации для потенциального успеха. И, наверное, детей даже 15, там, 17, что-то можно вспомнить, которые вышли из дистанционки в сентябре, уже не условные двоечники, троечники, а ребята, которые поняли, что они тоже могут хорошо учиться, потому что образовательная среда, скажем так, их маленько встряхнула к этому. И здесь для учителей вот эта конкретная ситуация была прям знаковой. И для директоров тоже. Спасибо. Маргарита, поспорите с коллегой? Да, конечно. У меня есть что Артему возродить. Ну, давайте посмотрим, как выстраиваются рейтинги сегодня образовательных организаций. Ну, любят у нас выстраивать нас по рейтингу. Ну, во-первых, это результаты государственной итоговой аттестации, это результаты ВПР, результаты всевозможных олимпиад, ну, в основном, конечно, это Всероссийская олимпиада школьников. И вот как раз выстраивание по рейтингам и те параметры, которые берутся, вот здесь я не вижу абсолютно требований к soft skills. Вот есть все. Мало того, что нас выстраивают по рейтингам, нас еще по разным цветовым зонам распределяют. Вот если кто-то попадет в красную зону, все, ждать вам проверки, это точно. То есть здесь вот это очень, в общем-то, для директора это важно, да, то есть выглядеть и стремиться выполнить вот качество поставленных параметров на должном уровне. Ну, и всем не секрет, мы же знаем, что мы должны соответствовать стандартам и запросу потребителей. Стандарт на сегодня это абсолютно выверенный документ, где имеются все цели, задачи, требования, которые предъявляются к ученику на разном этапе и на выходе из образовательной организации, то есть требования к выпускнику. И как раз вот soft skills здесь практически не заложены. Да, есть личностные компетенции, но как их определить, да, где мы их отслеживаем, когда мы им даем эту оценку, то есть каким это образом происходит. Вот такого вот инструментария, да, он существует, но нет вот этой системы, продуманной в этом плане системы. И, наверное, вот если мы посмотрим, то имеются и у нас критерии, и рейтинги тоже выстраиваются определенные и на муниципальном уровне. То есть есть критерии, которые оценивают эффективность работы образовательной организации, эффективность работы руководителя. Вот где история про soft skills, она вообще не присутствует. То есть ее просто нет. Соответственно, коль существуют определенные оценочные процедуры, мы, естественно, вот жизнь школы, так или иначе подводим вот подданные оценочные процедуры. Ну и еще один вопрос, который он все-таки, наверное, пока остается вопросом, может ли педагог без soft skills воспитать ученика, обладающего soft skills? И вот как пример, посмотрите, у нас очень много учителей экономики сегодня, да, но или я не знаю, или их очень мало, которые сумели стать миллионерами в конечном итоге. Поэтому вот здесь, наверное, все-таки еще пока непонятно вопрос, который требует решения. Маргарита, конечно, я соглашусь с вами в том, что система образования, она регламентирована. И заданы определенные рамки, вы упоминали сегодня процедуру аттестации или какие-то определенные показатели, которые измеряются в рамках процедур и контроля, и надзора. Но, с другой стороны, если мы говорим о soft skills, которые, к сожалению, наверное, сегодня не совсем понятно и внятно измеряются, то есть не существует каких-то единых подходов к оценке таких компетенций. Вот если с позиции руководителя образовательной организации возможно ли создание такой системы изучения soft skills и их развития внутри школы? Без участия муниципального органа или участия в процедурах контроля? Потому что ведь, в принципе, любой процесс, любой процесс, который протекает, в том числе и в образовательной организации, это ведь система. А по законам природы она должна быть открытой, она обязательно должна реагировать на изменения, которые происходят в окружающей среде, она должна обмениваться, то есть какой-то поток той же энергии должен происходить. Если этого не будет, то организация как система она обречена. Поэтому, конечно же, это можно выстроить, то есть какие soft skills нам нужно развивать, как мы это будем развивать. Возможно, нет единой схемы. Может быть, здесь, скорее всего, это достаточно индивидуальный процесс для каждого учителя. И как это в целом потом скажется на жизнь организации. Понятно. Коллеги, все-таки вернусь к теме нашей дискуссии и задам вам вопрос, на который бы очень хотел получить экспертную позицию каждого из вас. Все-таки модно или полезно? Артем? Мое мнение, если сравнивать его очень кратко, то это очень полезно и поэтому это модно. То есть, да, в данном случае мы все еще говорим про такое поле, когда мы еще не очень это изучили. Ну, в России, да, с точки зрения HR в образовательных организациях, это все еще на уровне зачаточном. То есть, у нас нет в листах аттестации, это напрямую это не прописано. Но soft skills это, безусловно, то, что, я считаю, у нас должно быть инкорпорировано, очень осторожно сначала, да, чтобы сразу не унесло нас этим торнадо. Но этому нужно учить учителей, учить управляющие кадры, потому что без этого система, как вы говорили, энергообмена достаточного не будет и мы начнем потихонечку чахнуть. Но soft skills очень нужно в школе. Благодарю. Маргарита? Ну, вот то, что развитие soft skills и необходимость soft skills это на данный момент как образовательная мода, наверное, это действительно так. Но вот лично бы мне не хотелось, чтобы вот образовательная мода soft skills развивалась как ураган. По законам урагана. Ведь что такое ураган? Он сметает все на своем пути. И вот то ветхое здание, которое имеется, и та основа, которая есть. Здесь очень важно не перейти в плоскость, когда образовательным результатам привилегии отдаются именно мягким компетенциям. Ведь Артем вот сегодня очень много приводил примеров в защиту именно своих аргументов. Но без базовых знаний, таблицы умножения, законов естествознания, многих других универсальных знаний невозможно все это компенсировать soft skills. Поэтому, наверное, все-таки soft skills это надстройка над hard skills. И здесь очень важно, наверное, их подружить, а не противопоставлять их друг другу. Понятно. Благодарю. Маргарита, я задавал этот вопрос Артему. Какие бы вы, как руководитель образовательной организации, могли выделить soft skills на ваш взгляд важные для любого учителя, для вашего коллектива? Ну, наверное, это, во-первых, умение коммуникации. Умение коммуникации, которое бы позволяло устанавливать особенно тогда, когда учитель впервые заходит в класс. Потому что установить вот этот мостик между взрослым человеком и ребенком, неважно, причем, на каком он этапе берет детей. И, наверное, наиболее сложные периоды это первый класс и вот тот подростковый возраст. И учителю важно не просто установить вот эту связь, да, но и, наверное, все-таки влюбить в себя, влюбить в предмет, а уже потом все тонкости и сложности своего предмета уже передавать ученикам. Наверное, это быть стрессоустойчивым и неконфликтным, потому что в современном быстром мире это важно. Учителю сейчас приходится встречаться очень много с родителями, с абсолютно разными учениками, с теми же проверяющими, администраторами, потому что это целая система вот коммуникаций и как выстоять вот в этом процессе. Очень много требований. Сейчас очень возрастает конкуренция способа, конкуренция тоже в педагогической среде. Ведь понимаете, несмотря на то, что сейчас много говорят о том, что все-таки имеется дефицит кадров, много принимается в этом направлении, чтобы снизить этот дефицит, но он все равно присутствует. И человек должен быть конкурентно способным для того, чтобы и зарплату получить достойную, да, и человек должен уметь продемонстрировать свои умения. Это тоже очень важно как раз вот в участии в различных конкурсных процедурах, но и порой даже не конкурсных процедурах. Ведь вот посмотрите, уметь собрать материал, когда подсчитываются баллы в тот же самом оценочном листе и правильно преподнести вот каждому критерию то, что у тебя сегодня есть в плюсе, это ведь тоже важно. И убедить своих коллег в том, что вот здесь я заслуживаю большего поощрения, чем, допустим, сейчас. Благодарю у вас интересная позиция. Уважаемые коллеги, а еще сегодня мы так или иначе затрагивали тему повышения квалификации, когда вы говорили об аттестации. Возможно ли, как вы считаете, сформировать софт-скиллс, о которых вы сегодня говорили, выделяли какие-то ключевые из них, например, на курсах повышения квалификации? Или же это все-таки задача самого учителя находить какие-то инструменты, которые позволят эти надпредметные навыки у себя сформировать? Либо кто-то может помочь это сделать. Как вы считаете? Ну, давайте я начну. Вообще вот этот вопрос, вопрос повышения квалификации, он очень интересный. ведь учителю сейчас нужно очень много пройти квалификаций, и зачастую у него не остается вот именно времени поработать над собой, да, вот, посмотреть. Может быть, чтобы обязательно, я все-таки думаю, что должны быть люди, которые бы помогли, которые бы подсказали, вот, в чем я сейчас буксую, да, и направили, а вот уже дальше, выстраивая индивидуальную траекторию, вот, не все вместе, а индивидуальную траекторию для каждого помогли бы что-то преодолеть. Но вот для этого, вот, как мне кажется, первоначально должны появиться у нас комплексные курсы. Не вот оказание первой помощи профессиональной, это же все разные курсы, да, умение работать с детьми, с разными группами, одаренными, с девиантным поведением, там, испытывающим еще какие-то трудности, с УВЗ и так далее. Ведь это, вот, представляете, целый веер учитель просто не успевает, и это еще больше накапливает, это двигает, вот, я сделаю в понедельник, а понедельник все не наступает и не наступает. Поэтому, наверное, нужно немножко развернуть, развернуть вот эту курсовую подготовку и позволить сегодня учителю именно развиваться лично по своей траектории. Смотрите, что получается. Мы ведь сейчас выстраиваем, особенно на уровне среднего общего образования, индивидуальные траектории обучения учеников и совсем не упоминаем об индивидуальной траектории развития педагога. Вот здесь, наверное, надо работать всем вот в этом направлении. Артем, что-то добавите? Отлично замечено последнее, что мы умеем учить детей, но очень плохо умеем учить сами себя. То есть самодиагностика, хотя Фрейд говорил, что она не может быть точной, это то, что нам нужно сейчас. И как есть методические совещания, методические советы учителей культарного цикла физико-технического, то здесь, допустим, через них это инкорпорировать сюда. Это, мне кажется, может быть очень полезно, потому что мы не всегда сами можем честно понять свои слабые места. И когда мы вводили, допустим, дистанционку, у нас многие педагоги думали, а как так-то? Я же умею с компьютером работать, почему я не могу пароль от почты вести? Но здесь получалось, что люди не замечали за собой чего-то, и мы все это решили, через такие проблемные занятия мы как раз помогали. То есть здесь нужна какая-то система диагностики. Можно с одной стороны прийти к таким полным курсам, либо точно так же точечно обучать через какие-то тренинги, старые, добрые, обучать учителей условно-эмоциональному интеллекту. Есть потрясающие программы об этом, которые позволяют за месяц-два либо закрыть какие-то, скажем так, условно, дыры, либо сделать себе нужные личностные настройки, чтобы условно встретив ребенка с ОВЗ не испытывать у себя большой стресс и у ребенка его не приумножать, потому что он же тоже приходит напуганный в неизвестную ему и не всегда комфортную для него среду. То есть здесь нужно начать систему диагностики с того, что нам нужно, чего не хотят конкретно вот этому учителю, а быть может оно даже и дополнит его и профессиональную портфолио, и он, скажем так, будет и продуктивнее обучать и продуктивнее обучаться. Вот здесь я еще хотела обратить внимание и опять защиту hard skills в направлении именно курсовой подготовки. Вот здесь тоже очень важно не увлечься именно этим направлением, то есть развитие у себя мягких навыков, потому что очень важно еще направление, которое плохо у нас тоже в педагогике разработано именно в курсовой подготовке. Мы даем дидактику, мы даем методику, но забываем о том, что наука развивается, и ту науку, которую преподает тот или иной учитель, он тоже должен иметь доступ вот к этому всему современному, потому что детям завтра в этой среде жить и эту науку изучать. То есть не просто, вот не так все это просто. Замечу по поводу обучения. На самом деле иногда курсы ложатся настолько плотно, что пресловутые каникулы у детей это безусловно праздник. У них каникулы в конце концов, они могут отдохнуть. А для учителя отдохнуть в каникулы это что-то из разряда сказок. То есть мы проходим экстренные какие-то курсы 3-4 дня, заполнение бумажных журналов, которые все еще у нас остаются. Частично. Сильно меньше, но все еще остаются. То есть периоды, когда учитель может научить себя чему-то, поддержать уровень дидактики пресловутый, либо вспомнить собственный предмет, то все это очень сжато получается на время каникул. И здесь очень высокая конкурентность за время педагога. Потому что многие же считают не учителя, что учитель работает только на уроке. Это вообще вершина. Кому я рассказываю, сами прекрасно понимаете. И получается, что вне уроков действительно остается мало свободного времени. И здесь нужно будет пересматривать, скажем, каникулярное время, потому что у нас в большинстве случаев выходит под бесконечные педсоветы, советы советов и прочее. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за ваши экспертные позиции, я благодарю вас за тот опыт, который вы представили по работе со своими коллективами, ваши собственные взгляды на ту тему, которую мы обсуждали. Безусловно, сегодня не существует инструментов, которые бы однозначно могли помогать в измерении soft skills, но существуют подходы, существуют практики, которые позволяют это делать, и как мы сегодня увидели, коллеги, вы об этом рассказали, это можно начинать уже локально в образовательном учреждении, в коллективе, главное, чтобы было желание, наверное, администрации и возможность увлечь коллектив, замотивировать, заниматься этой работой. Существуют проекты более глобальные, федерального уровня, например, проект «Я учитель онлайн-диагностика педагогических компетенций», о котором я упоминал в самом начале, этот проект разрабатывается совместно с Московским городским педагогическим университетом, специалисты которого создают кейсы из практики, и учитель, по сути, ведь не дает правильный или неправильный ответ. В формировании soft skills, наверное, невозможно сказать однозначно «да» или «нет», или выбрать из числа заданных ответов, но можно выбрать тот вариант ответа, который будет более характерен для педагогического опыта самого педагога, для его поведенческой тактики. И сегодня уже более 120 тысяч педагогов в весенний период, во время начала пандемии, когда мы, в принципе, даже не ожидали такого количества участников этой диагностики. Артем, вы тоже об этом говорили, что учителя, они, безусловно, и перегружены, и у них реально очень мало времени остается, чтобы еще какими-то софт-скилз заниматься. Но мы видим потребность в этом, когда учитель получает не только оценку, а получает рекомендации, вот как раз тот самый индивидуализированный профессиональный маршрут, направленный на развитие своих компетенций, что учитель сразу может оценить, помогает это ему или нет на своей же собственной практике, справляется ли он с теми педагогическими задачами, которые возникают сложные в работе с детьми с ОВЗ, при разборе конфликтов и многих-многих других повседневных задач, но сложных, и тогда учитель может сделать выбор в пользу тех или иных инструментов для оценки. Уважаемые друзья, уважаемые гости, я благодарю всех за участие в дискуссии, до новых встреч, до свидания.